Вы можете оказать помощь в развитии этого новостного проекта, а также оставить свои рекомендации. Для этого перейдите по ссылке ниже в описании к видео. На Казанском авиационном заводе на август этого года запланирован первый полет дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22-3, сообщает РИА Новости. Это новая модификация бомбардировщика Ту-22-3, принятого на вооружение еще в 1989 году. Свою боевую состоятельность самолет продемонстрировал в Сирии, нанося удары по террористическим базам. Использовали бы Кфайеры, как прозвали эту грозную машину на Западе, и во время Афганской войны. Как отмечает сенатор Виктор Бондарев, экс-главком ВКС России, самолет обладает огромным потенциалом по модернизации. Собственно, такова и вся линейка бомбардировщиков Ту-22, создание которой началось в ОКБ Туполева в 60-е годы. Первый прототип совершил стартовый полет 1969 году. Первая же серийная машина Ту-22-2 была принята на вооружение 1976 году. В 1981 году в строевые части начал поступать Ту-22-3, который стал глубокой модернизацией предыдущей модификации. Но на вооружение он был принят лишь в 1989 году, что было связано с доводкой ряда систем и внедрением ракет нового поколения. На бомбардировщике установлены новые двигатели НК-25, более мощные и экономичные, с электронной системой управления. В значительной степени заменено бортовое оборудование, от системы электроснабжения до РЛС и комплекса управления вооружением. Существенно усилился комплекс обороны самолета. В результате появился самолет с изменяемой стреловидностью крыла со следующими характеристиками, длина – 42,5 метра. Размах крыла – от 23,3 метра до 34,3 метра. Высота – 11 метров. Вес пустого самолета – 68 тонн. Максимальный взлетный – 126 тонн. Тяга двигателей – 2 на 14 500 кгс, тяга на форсажа – 2 на 25 000 кгс. Максимальная скорость у Земли – 1050 км в час. На высоте – 2300 км в час. Дальность полета – 6800 км. Потолок – 13 300 метров. Максимальная ракетно-бомбовая нагрузка – 24 тонны. Главным результатом модернизации стало вооружение бомбардировщика ракетами Х-15 – до 6 ракет в фюзеляже плюс 4 на внешней подвеске, и Х-22 – 2 на подвеске под крыльями. Для справки, Х-15 – это сверхзвуковая аэробаллистическая ракета. При длине в 4 метрах 87 сантиметрах она вписывалась в фюзеляж. Боевая часть имела массу 150 кг. Был ядерный вариант мощностью 300 КТ. Ракета, поднявшись на высоту до 40 км, при пикировании на цельно-финальном участке маршрута разгонялась до скорости в 5 метрах, дальность у Х-15 была равна 300 км. АХ-22 – сверхзвуковая крылатая ракета, дальность которой достигает 600 км, а максимальная скорость – 3,5 м – 4,6 м. Высота полета – 25 км. Ракета также имеет две боевые части, ядерную до 1 МТ и фугасно-кумулятивную массой 960 кг. В связи с чем ее условно прозвали «убийцей авианосцев». Но в прошлом году на вооружении была принята еще более совершенная крылатая ракета Х-32, которая является глубокой модернизацией Х-22. Дальность возросла до 1000 км. Но главное – существенно увеличилась помехозащищенность, способность преодолевать зоны активного действия комплексов радиоэлектронной борьбы противника. При этом габариты и вес, а также боевая часть остались прежними. И это хорошо. Плохо то, что в связи с прекращением производства ракет Х-15 их стали постепенно снимать с вооружения с 2000 года из-за старения твердотопливной смеси. При этом замену старой ракете не подготовили. В связи с чем сейчас бомбоотсек Ту-22-3 загружают только бомбами, как свободнопадающими, так и корректируемыми. В чем главные недостатки нового варианта вооружения? Во-первых, к высокоточному оружию перечисленные бомбы не относятся. Во-вторых, самолет для полной выгрузки боекомплекта должен производить бомбометание в самом пекле ПВО противника. Раньше эта проблема решалась оптимально, в начале ракетами Х-15, среди которых была противорадиолокационная модификация, наносился удар про РЛС систем ПВО, расчищая тем самым путь для своей главной ударной силы, пары Х-22. Теперь боевые вылеты бомбардировщика связаны с повышенной опасностью, если, конечно, столкновение происходит с серьезным противником, владеющим современными ЗРК, существует и еще один неприятный момент, из-за которого прекрасный ракетоносец существенно уступает по возможности своим собратьям по дальней авиации ВВС России, Ту-95МС и Ту-160. С 22-го на основании договора АС-2 сняли оборудование для дозаправки в воздухе, в связи с чем боевой радиус ракетоносца не превышает 2400 км. Да и то только если лететь налегке, с половинной ракетно-бомбовой нагрузки. В то же время у Ту-22-3 нет ракет, которые могли бы существенно повысить ударную дальность самолета. У Ту-95МС и Ту-160 такие есть, это дозвуковая крылатая ракета Х-101, имеющая дальность в 5500 км. Так вот, работы по модернизации бомбардировщика до уровня Ту-22-3 идут параллельно со значительно более секретными работами по созданию крылатой ракеты, которая восстановит боевую эффективность этой машины. В КБ «Радуга» с начала нулевых годов разрабатывается перспективная крылатая ракета, которая очень ограниченно была рассекречена лишь в прошлом году. Да и то только по части конструкции и характеристик. Это изделие 715, которое предназначено в первую очередь именно для Ту-22-3, но сможет использоваться и на Ту-95МС, Ту-160 и Ту-160М-2. Американские военно-технические издания утверждают, что это чуть ли не копия их дозвуковой и самой дальней ракеты воздух-поверхность ОГМ-158 «Джасм», однако очень бы этого не хотелось, поскольку эти, по характеристикам Трампа, умные ракеты, как недавно выяснилось, умны до своеволия. Некоторые из них во время ставшего знаменитым на весь мир последнего на сегодняшний день неудачного обстрела западными союзниками сирийских объектов, вопреки воле хозяев на самом деле полетели бить курдов. Да и дальность у ОГМ-158 «Джасм» по современным меркам скромная — 980 километров. Усовершенствованный российский аналог этой заокеанской ракеты — Х-101, кстати, она также сделана в КБ «Радуга». Конструкторам удалось существенно снизить габариты, длина уменьшилась с 7,5 метра до 5 метров или даже меньше. Диаметр уменьшен на 30%, похудев до 50 сантиметров, этого оказалось достаточно для того, чтобы разместить изделие 715 внутри бомбоотсека нового Ту-22-3, причем, сразу в количестве шести ракет. То есть теперь, наконец, с точки зрения тактики боевого применения мы снова имеем все то же самое, как было и при эксплуатации снимаемых с вооружения ракет Х-15. Внутри фюзеляжа модернизированного бомбардировщика ракеты будут размещаться в пусковой установке револьверного типа, аналогичной барабану с патронами у револьвера. Во время запуска ракет барабан пошагово поворачивается, и ракеты последовательно отправляются к цели. Такое размещение не ухудшает аэродинамических качеств самолета и, следовательно, позволяет экономно расходовать топливо, а также максимально использовать возможности сверхзвукового полета. Что, как было сказано выше, особенно важно для однозаправочного Ту-22-3. Разумеется, конструкторы изделия 715 не могли даже теоретически, одновременно увеличивая дальность полета и уменьшая габариты, добиться еще и сверхзвуковой скорости. Собственно, ИХ-101, ракета нескоростная. На маршевом участке она летит со скоростью порядка 0 метров 65 сантиметров, на финише ускоряется до 0 метров 85 сантиметров, ее главное достоинство, помимо дальности, в другом. Ракета имеет целый набор мощных средств, позволяющих прорывать противоракетную оборону противника. Тут и малозаметность, R порядка 0,01 кВ, M и комбинированный профиль полета, отстелящегося до высоты в 10 километрах, и эффективный комплекс радиоэлектронной борьбы. При этом круговое вероятное отклонение от цели на полной дистанции в 5500 километрах равно 5 метрам. Столь высокая точность достигается за счет комбинированной системы наведения. На финальном участке работает оптико-электронная головка самонаведения, которая ведет ракету по карте, заложенной в памяти. Эксперты предполагают, что по дальности и прочим характеристикам изделия 715 если и будет уступать Х-101, то незначительно. Оценки лежат в диапазоне от 3000 километров до 4000 километров. Но конечно ударная мощь будет отличаться. Х-101 имеет массу боевой части в 400 килограммов. Столько в новую ракету не влезет. В результате принятия на вооружение изделий 715 высокоточный боекомплект бомбардировщика не только возрастет, но и окажется сбалансированным. Так у Ту-22-3 появится возможность, не приближаясь к зоне ПВО, предварительно обработать малютками радары из РК, а потом, подойдя поближе, нанести удары по стратегическим объектам мощными сверхзвуковыми ракетами Х-32.